Давай. В общем, вопрос у меня самый основной. Вот ты спрашиваешь про Correlation Center. Я читал все твои описания, видел, большинство просмотрел. Но вижу, как ты программируешь, как ты это сам делаешь. Ищешь, как написал, не ищешь, а кто готов попрограммировать вместе с тобой. Но я не вижу, видишь вообще картину. Как ты собираешься вообще эту базу данных набивать, как она будет набиваться. Вот это можешь поточнее как-то рассказать, потому что я нигде записей не нашел про это. Конечно, да. Вот Correlation Center, я так вижу, что это взаимосвязь всех ресурсов. Правильно? Я понимаю. Продолжение следует. Я с тобой согласен, но все равно минимальное то, что ресурс, который, например, начальное, что я видел, там поле, трактор, да, вот эти, ну, там, было поначалу забито там, да, вот эти вещи. Да, давай попробуем. Угу. Вот, включился, пошло. Угу. Ну, я пока тебя слышу нормально, заеданий нет пока. Мышкой тоже ты ворочаешь, я вижу, нормально. Когда я записи слушал твои, ты там пропадал, там, на минуту, на пять минут, вот это я слышал. А вот какой, кстати, да, вот такой мскайп? Ага, а говорить, а говорить-то в скайпе без экрана. Ну да, в порядке тоже, в принципе, да. Это что за программа, что он делает? Ну, полсет вот сейчас хорошо слышу, главное, чтобы не обрывалось, грубо говоря, правильно? Мамбл, да, угу. Ага. Угу. Понял. Ну да, я помню, что сейчас... Угу, угу. Да, я вижу, ага. Ну да, да. Ну давай, да, если будет там затыки, или будет много народа, тогда надо на другое переходить, понятно. Ага, и все подзагружено, ага. А, у тебя еще и i7, блин. У меня вообще i5. Ага, это ты записываешь вот с помощью этой программки, да? Кстати, ну-ка. А вот сейчас была беда в том, что я забыл включить свой звук. А, ну, мы еще ничего не наговорили. Ну-ка, скажи что-нибудь. Раз, два, три, четыре, пять, проверка связи. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три, проверка связи. Я просто вижу эту полоску мышкой показываю. Да, 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 я вижу. Чтобы звук был ровный и у тебя, и у меня одинаково. Чтобы не было такого, что сначала в видео идет тихий звук, а потом громкий. Кто-то орет, да. Да, да, да. Так, все, с этим мы собрались. А, пишешь, 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 может тебе надо было 720 писать. А так текста не будет видно. А, текста не будет, тоже логично, все, понял. Я, конечно, могу использовать маленький монитор, но там совсем не уехал. Да, 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 да. Да, 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 да. Ну, хорошо, давай попробуем. Так, он, в принципе, пока не тормозит. То есть, шесть кадров это все-таки не 10, как я в прошлый раз использовал. То есть, чуть-чуть хватает, чтобы он совсем не помирал. Вот так. Ну, давай, к главному вопросу, скажем, техническим заниматься вопросом. Да, значит, смотри, берем вот эту вот штуку. Я, конечно, не знаю о том, но, понимаешь, ну, ловить все, что ты делаешь, до конца не могу. Вот самая глобальная картина на самом деле. У нас есть Солнце, Земля, Луна. Да, 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 это я все видел, ты все объяснил снорами. Вот. У меня, кстати, есть ли, у меня по-другому уже выглядит, потому что я это все делал подредактировал. Вот. В принципе, могу даже для примера сейчас все поубирать лишнее. Показать, как это вообще все с нуля создается. Вот у нас есть пустой экран, да? Ну, вот эта цепь-то была, у тебя поле, трактор, она осталась, или нет? Она осталась. Сейчас, чтобы восстановить, мне проще будет в код залезть. Сейчас. Я не иду, а тут скопировать. В общем, смотри, вот это вот... Ты знаком с таким паймингом, как JSON? Нет, я не программист, к сожалению. Я вообще не знаком. Ну, не страшно. Иными с вами у нас есть... Производственная цепочка — это объект, да? То есть по-английски написано object. У нее есть два свойства или атрибута. В общем, по сути, это два списка. Список элементов — nodes и список связей. Да, понятно. Все. Это как оно выглядит на уровне дерева, да, если древовидном виде. Но вот в JSON это выглядит вот так. То есть есть некий синтаксис или формат файла, который позволяет описывать любые объекты вот в таком текстовом виде. Открываем, собственно, исходник вот этого значения по умолчанию. Вот именно вот этот вот JSON, который я сейчас выделил, он у всех по умолчанию запускается. То есть если человек просто первый раз заходит на сайт, у него значение этого объекта всего устанавливается вот такое. Но если он что-то поизменял, у него все сохраняется локально. Сейчас сервер не требуется. Это я просто вставил. А видно, что другие делают? Или у каждого свое будет? Нет, сейчас пока у каждого свое. Но можно будет сделать, чтобы у всех... То есть вот это вот как оно в тексте. Кстати, видишь, оно форматировалось сразу само, чтобы это было удобно видеть. И вот сразу мы получили вот эту вещь. Вот оно визуализировалось. Да? Да. Причем, если мы захотим, например, взять, допустим, поле поменять на земля. Вот я здесь прямо написал. Если мы смотрим сюда, увидим, что уже поменялось. Земля. Вот. Если... У меня вопрос сразу встал. Как это будет все надевать? Вот. Если страшно смотреть на вот такой вариант, есть вот такой вариант. То есть, пожалуйста... Вопросы? Вот, пожалуйста, земля, вот текстовые поля. Ага. То есть, хочешь сделать... Там, допустим, нам нужен новый элемент. Я не знаю, допустим, космос. Берем здесь вот... Есть менюшка у каждого. Прямо вот нам нужно после седьмого элемента, да, последнего вставить еще один. Берем, создаем объект. Вот. Оно, правда, со сценой резернулось. Ну, короче, вот вставилось. Сейчас, секунду. Вот он, да. Вставился сюда. Десять еще можно их перемещать. В порядку. Так, ну вот, например, вот такая вот штука получилась. Какой-то я не туда вставил. Да, я вставил на внешнем уровне. Короче, вот я просто здесь размещу. Да. В общем, редактор, конечно, не самый удобный, но все-таки он... А еще, а короче, в самом интерфейсе пока нельзя вбивать прямо, да? Еще ничего не делаем. Чтоб не через... Ну, через интерфейс, а прямо в интерфейсе где-то стрелки видны. Пока... Вот тут к ним еще. Вот у меня, да, вот прям вот земля вписать. Вот прям вот где земля написано. Кстати, вот видишь циферка. Забавно. Это интересный глюк, когда существуют две связи с одним и тем же идентификатором. Во! Здесь она вообще пропала. В общем, тут еще... В общем, делать и делать, на самом деле. Да, Костя, я больше поговорю о глобальном, о макроуровне хочу поговорить. Я так все слышу, что в микроуровне, видишь, я не вижу сверху. Ну вот. Вот многие люди, мне кажется, тоже не видят, что ты делаешь. Для чего это все надо? Ну, как сказать... Я выкладываю информацию, как есть, да, то есть... Подожди, что происходит-то. Я не могу русских книг, почему-то. Забавно. Да, конечно. Редактировать так, в общем, неудобно. Прошу, каждый раз все перезагружать. Так. Нет, понятно, что мы видим все шаги, что ты там делаешь, что-то. Ну, ты просто, как бы, реально один что-то делаешь. Ну, я не все один делаю, я делаю некоторые обсуждения, да, после обсуждения... Да, ну, код ты сам пишешь, практически. Ну, код я все равно пишу сам, да, потому что, ну, программистов не так много все-таки. Вот, чтобы, да, вот я и хочу сказать, чтобы вот это все видеть, нужно как-то какой-то, как он стал там, белая бумага, где видно просто общая концепция всего, а вот что-то мне прислал, там этого не видно, а видно шаги программиста, что тебе надо делать. Ну, не видно полное описание, вот, ну, как бы, общая структура. Ну, эту штуку мы можем сделать. Грубо говоря, ее, конечно, можно сделать. Почему ты меня спросил, просто вопрос, как ты это видишь, и я, говорю, я ей не могу ответить, потому что я не понимаю, как бы, сверху не вижу. Ну, понятно, так. То есть я не, например, вот, вот, ты, вот, там, трактор, там, поле, трактор, да, мельки. Вот, абстрактор, это стоит столько связей будет. Это ж каждый винтик, каждая шайбочку от него будет куда-то увезти, абстракторе, там, тысячи деталей, я даже не представляю, как ты собираешься все. И каждую вещь нужно заложить до каждого винтика. в идеале вообще да а по-другому никак когда непонятно но все и сразу человек не должен видеть кого-то говоря он должен видеть ту часть которым интересность он не хочет от трактора разворачивать и мышцы они заворачиваются я прокторе вот у меня есть а ты там пригласил того на поле на делать работу а у меня там надо кучу прокладок поменять соляр будет добыть это тоже связи конечно все тоже процесс который тоже будет напивали нужно учитывать вот да это такая вот штука есть разные пути либо скажем так допустим кто делает трактора трактора сделать производители сколько есть модели тракторов не так много нам нужно замотивировать каким-то образом производителей это все дело вбить чтобы была некая общая структура описание трактора с которой например каждый механик может ее просто взять и одну деталь к там поменять сказать у меня в тракторе другая деталь ну правильно да вот как у вас как мотивировать сколько деталей вот как смотивировать смотивировать их можно тем что грубо говоря мы поможем им допустим сделать с одной стороны раскрутить их проект потому что он станет более понятный более доступны для потребителей и тот кто будет его обслуживать для людей которые разбираются в этом плюс для самих сотрудников это может быть понятие для инженеров этому уже будет наглядная вещь которая не просто виде бумажки какой-то там где-нибудь валяется который еще доступ нужно получить а в виде электронной версии которые можно просто взять ее взять весь этот трактор целиком да вот нельзя там взять все производственному это можно раскрыть а можно его не раскрывая взять и сделать его копию и начать его редактировать свой свой вариант этого трактора и самый же сами инженеры на этом производстве до допустим у существующим как существующей компании и может быть интересно сделать это именно в таком виде потому что мы самим будет удобнее это все дело развивать даже они смогут уже несколько человек одновременно подключиться к одному и тому же виду этого трактора и начинать его редактировать чтобы конечно это было возможно нужно сделать сначала инструмент например вот этот самый интерфейс редактировать сейчас я сделал простейший редактор который в принципе позволяет сделать некую функцию да то есть отредактировать уже хоть как-то наглядно да но но он как бы приняло не очень удобно ну да ну то прямо в самой теме набивать он еще а вот поддался дождись 7 мука 8 мне даже сам с этими циферками путаюсь все равно опа вот смотри я просто так короче он еще сопротивляется надо отложить понятно давай дальше вот мы там и тебя на поле там по пальцам посчитать можно тогда ты там рвешься где-то в реально производстве попробовать но я вижу там там в общем то люди говорят нет не дам там нет рамок живешь даже энтузиасты не могут как бы вроде бы даже чего-то там пойти мы мы еще и мы еще не срослись в эту как называется в надежную проверенную временем команду это понятно это все время занимает этот процесс вот вот вижу когда программист ну да вот ты тоже подразделяешь там вот эту систему роя ну вот чтобы срастить да я понимаю что ты как ты написал там тоже что буланов чтоб не говорил что ты типа ничего не делаешь чтоб языком требует ты начал это делать это тоже как бы все тоже понятно и это классно но я еще я как бы еще для этого записывать начну потому что он всегда требует да да он всегда требует конкретику я теперь могу ему давать ссылки на видео ну да это да а вот понятно что мы все любим посидеть вот конкретно в скайпе все тоже понятно и ты вот начал делать но теперь вот раз ну вот как бы я звоню с таким вопросом стоит вопрос а как это как это понимаешь вот именно доорганизовать вот эту команду вот почему я все время там на беттерминс как бы настаиваю чтобы все собрались чтобы там как раз и можно вот эта первая колонка насколько все ты понял она как раз и дает ты задаешь например вопросы или кто-то задает вопросы и мы решаем там с помощью вот голосования или там стрелка вниз стрелка вверх ну приоритетность да кому-то вообще интересна эта задача кто-то готов подключиться в проект там хотя бы что-то понятно вот а без беттерминс вроде как-то непонятно что что делать у кого какие интересы потому что когда мы делаем это на энтузиазме очень важно найти людей смотрящих с тобой в одну сторону ну вот смотри вот у нас есть ссылка на этот проект беттерминс он в общем-то публичный и мы там даже людей приглашали что там вот команда да ну всем человеку уже нам пришло вот вот кто-то даже пошел бы завтра уже начать разбираться так дмитрий виноградов это идет ты вот эти я тогда сделаю еще этим опа могу сделать интересно я вроде бы администратор но у меня нет права добавить тебя в это надеюсь какой-то глюк она же как бы open source конечно с глючками нет это же не обязательно там проводы делать администраторам но неважно вообще вот это есть панель управления у тебя облазил ну лишь нужно народ чтобы вместе попробовать одному бесполезно там так ух ты сколько здесь комментариев по написанию ну да вот я там что-то записал дошки есть еще вот сделанные есть отмененные да да я все знаю прекрасно вот важен кстати смотри вот этот первый самый левый как бы объект вот эта колонка левая ну вот новый объект по сути вот это вот но новый это список идей да список того что может либо стать разроднено чтобы нам понять кто что хочет и кто какие предложения может вот эта колонка очень важна можно так даже не писать ну кип того да и вот смотри здесь значит два инструмента есть голосование вот лишь один вот вот ты что проголосовал за это говоря да ну здесь можно через приоритеты например сделать приоритет да то есть таким образом можно поднимать да что тут проголосовать да то есть как я отношусь к вот этой штуке да нейтрально отрицательно и заблокирует заблокирует я считаю что это какая то вообще бред и как бы это не стоит даже рассматривать кто-то может и блокировать ну блокировка это знаешь как работает у них пока есть хоть одна блокировка хоть одного члена команды задачу невозможно продвинуть дальше пока блокировки не будет снят все правильно я же писал это и есть консенсус пока все не примут какую-то вот эту идею реально примут понимаешь так сказать поэтому как бы в горизонтальной системе но так не можешь как и архивический курс так ну-ка все давайте начали делать то что мне интересно вот для этого это все и есть ну а приоритеты на сортировку влияет что первое да идеи вот эти все вот в принципе вот этот документ мне кажется один из самых важных чтобы у нас команда там есть там 20 человек в чате вот то что предлагает кто-то что готов делать но как я написал тоже важно когда ты предлагаешь что-то ты должен и быть готовым это и делать да 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 из этого тоже никуда не продлежать вот ты там что-то предлагаешь программируешь и программируешь понимаешь и как бы это важно ну по сути вот что вот допустим где он там ссылка там на репозиторию вот у нас сейчас есть этот репозиторий да там исходный код в последней версии все выложен то есть вот все что у меня здесь вот эти все файлики да вот это вот она у меня здесь вот есть папка репозиторий специально отсюда я это прямо туда в гитхаб заливаю то есть здесь последняя версия то есть если я какие-то эксперименты делаю да может быть там там не совсем самая свежая версия но как только я уверен что я сделаю что-то полезное я это отправляю вот сюда в репозиторий вот то есть здесь вот есть коммиты да список вот чего было сделано и и кем вот вот так дальше что что касается программирования в принципе вот вот это вот текущей системе разработки это все четко описано это все видно и и вот это вот на английском да на английском тоже вроде бы видно вот это все касается того что я в принципе на основе вот этого вот списка задач и roadmap я могу в принципе если очень нужно вот сюда просто взять и заносить это все и фиксировать что это все в процессе начал делать сделано и так далее все правильно но кость здесь важный момент смотри там чтобы это все как бы вносить туда мне как-то пока бесполезно потому что это все равно что ты делаешь все для программистов понимаешь надо это бесполезно пока как бы какие-то больше макро уровня по ней ну смотри тут еще знаешь что есть в этом вот есть потоки заданий так а есть новый поток заданий но ты еще один поток ну тут в чем штука ну вроде бы как-то можно было сделать внутри потока заданий еще потоки можно делать да это надо войти тебе в correlation center и в настройках да по-моему вот вот новый subworkstream да обзорим вот и вот новый subworkstream да от correlation center все называемое программирование вот туда уже это можно вот потом может быть раскрутка там еще что потому что люди будут смотреть ну да по программистной части что ты хочешь сделать но если они программисты это место смотри я не за не против ничего ну да им даже как бы туда они могут зайти понаблюдать но участвовать там даже не нужно да 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 то есть нужно вот несколько уровней видимо создать еще важно чтобы ты создавал вот это смотри вот это документы вики обсуждения вот эти штуки чтобы были у тебя включены чтобы там можно и обсуждать конкретно потому что тут только голосовалка а например надо объяснить почему бы например вид выдвигаешь эту идею для этого нужно как бы обсуждение но не обязательно смотри там уже есть встроенное обсуждение вот если мы откроем по направлению ну там достаточно же как бы так ну как так ладно на одном предложении показывать не развернуто здесь есть вот такая вот штука на задницу полный экран да и здесь мы открываем нечто что мы видим в социальных сетях вот он собственно весь текст тут можно писать кучу текста можно всякие файлы добавлять а еще можно комментировать комментировать до бесконечности вот это позволяет в принципе вот здесь все и обсуждать если там конечно вообще какой-то документ его можно либо файлом прикрепить либо да выложить в виде вики странички и документы так вот нам евгений звонит давай-ка мы его добавим включи его да так евгений привет здорова демонстрации экрана видишь да вижу вот мы как раз тут обсуждаем проектик наш correlation center только единственное если ты это видео собираешься включать лучше этого не делать а то тут все может начать четко тормозить и отвалится так давай им тогда напишу может это вот кстати на чего тормозить походу альдом так откажись обиде транспорт так так сейчас чего вот там деньги хочет чтобы вы приняли в виде трансляции а она у меня нет его трансляции сейчас вроде бы я уже нажал а нажал значит у меня просто остаток в окнах ну в общем смотри запись идет трансляции пока выключим сейчас я спрошу в чате так 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 ну что я полагаю щас скайп на самом деле будет тормозить когда будет достаточно людей хотя нет так он это дано твитч трансляцию запущу вот если у кого то она будет останавливаться ли что то с ней будет не так вы говорите чтобы было понятно вообще что происходит чтобы если что вы всегда видели то что я показываю да сейчас твитч только здесь есть такая хитрость вот в отдельном окне евгений я тебе добавлял в чат коррелайшн центра да 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 я там есть вот тогда ссылка я прям туда во вконтакте скину и вот сюда skype там единственное чтобы у вас все было хорошо звук только выключите потому что и вы его и так слышите через skype во вторник двойного не могут да 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 то будет слышит повторно себя задержкой единственное что там то есть такая маленькая мелочь рекламы посмотреть евгений смотрится и украинской рекламы но вообще до скайпе есть не говоришь микрофон лучше выключать так ну ладно в общем все идет чё там процессор выдерживает вот через twitch трансляция вообще шикарно идет skype убивает сразу 50 процентов процессора куда ему зачем же перестри что да и правда но главное чтобы она стабильная шла не останавливаться как на проекте так на чем мы остановились то есть вся задача вот то есть не задача бы суть все штуки что да очень многие сейчас задают вопрос что это вообще такое коррелайшн санта как надо писать вообще за счет вообще надо это зачем что она вообще делает точно сказать говорить такие вещи как помогает нам жить ну не очень конкретно но по сути это всего лишь еще один способ жить эффективно то есть чтобы можно было в голове не своей не держать всю структуру всех процессов которые происходят вокруг тебя но всегда можно было к ней обратиться то есть по сути такая же база знаний как может быть википедия только для производственных процессов и не только производственных процессов но еще и алгоритмы потому что такой вот визуализации виде таких вот стрелочек и блоков можно изображать не только производственных процессов не только какую-то там инфрографику еще что-то но еще и алгоритм то есть если сделать редактор ну например есть игровой движок андреал энджин там уже есть визуальный движок который вот такой диаграмм переводит в код на си плюс плюсе здесь можно сделать нечто подобное то есть можно сделать так что например например описали какой-то алгоритм например как собирать информацию из интернета и попросили этот сервер например да централизированную центральную площадку выполнить эту задачу потом у нас то есть у нас был алгоритм а на выходе мы получаем целый массив данных да то есть огромный список получившихся результатов потом с этим списком можно дальше что-то сделать например для этого можно составить еще один алгоритм что делать с каждым из этих элементов и так далее но сам сам вот этот список результатов это промежуточный ресурс но и ресурс информационный не физически ну он конечно физически в виде состояния атомов на жестком диске например но грубо говоря и это не пощупать то есть по сути он все-таки информационный вот ну и собственно об этом я здесь как бы и писала на английском но если кратко то основная цель системы да то есть здесь что у нас есть space time да то есть вот это вот пространственная временная штука координата да то есть это же панч вообще в этот момент здесь и сейчас да во первых где и когда это все происходит это в общем то просто отправная точка для того чтобы потом записывать допустим события на когда что произошло то есть и тоже способ глобально посмотреть на всю эту штуку вот дальше всякие настройки там например у разных культурах разных языках может быть разные единицы исчисления да там допустим футы и оршины дециметры сантиметры это все должно настраиваться потому что все но система должна быть переводить это все из одного вида в другой и чем раньше такая штука будет как бы заложена или запланирована тем лучше потом направление чтения да у кого-то язык читается слева направо ну текст смысле у кого-то справа налево тоже важно учитывать какой язык да ты еще можно было поменять хочешь читать на русском хочешь на английском там других языков мне самое главное по сути что чем будет являться эта штука это будет ресурсная база до которой в принципе можно доверять то есть туда можно заносить ресурсы вот но каждый естественный человек который завели там организации которые заносит ресурсы они отвечают своей репутации каждый конкретно за то что они внесли в эту общую базу вот помимо регистрации самих ресурсов нужно ли это что они есть например какой-то момент времени нужно регистрировать и событий то есть то что с ними происходит да то есть это события изменения там история действия паразм может называть вот ну чтобы потом с теми ресурсами которые у нас есть в принципе что-то можно было делать нужны вот эти вот алгоритмы или производственные цепочки то есть цепочки трансформации ресурсов по сути в данный момент в данный момент то что у нас есть сейчас она она состоит из одной единственной производственной цепочки которую можно редактировать и если очень нужно в виде текста можно скопировать и там фалик ставить себе сохранить пока временно это так она позволяет в данный момент теоретически пусть это не совсем удобно но можно редактировать одну производственную цепочку вот конечно дальше этот вопрос о том как сделать это удобнее может быть какие-то альтернативы предложить и так далее вот ну и в целом чтобы уже переходить к чему-то в уровне экономики целой планеты то нам нужно все эти производственные цепочки через существующие ресурсы взаимосвязывать в глобальную карту производства или алгоритмов то есть все что может быть связано грубо говоря связать и дать возможность человеку увидеть вообще что вообще происходит в мире ну конечно это будет не все информации ну то есть на какой-то момент времени имеется ввиду сидит речь о том что есть вот в этой базе с данным ну и как бы на этом можно сказать заканчивается ядро всей этой системы да то есть по сути система должна быть correlation center да центром центр как бы ядро синонима в плане того что у нас существует огромное количество существующих систем например этот better means да основная цель correlation center центр взаимодействия как я это перевожу на русский взаимосвязывать и ресурсы и собственно ну как бы человек в принципе тоже ресурс но непривычно его так называть тоже из материи состоит но здесь идет как бы цель этого ядра взаимосвязать то есть во-первых хранить реестр ресурсов реестр событий чтобы можно было что была некая правная точка на которой можно положиться да то есть некий удостоверяющий центр центр первую роль а вторую роль именно взаимосвязь взаимосвязь существующих проектов то есть например better means можно подключить будет к этому correlation центру и на основе производственных цепочек таких которые мы графическим произнес создали создавать уже конкретные задачи в better means автоматически причем можно даже сказать что например и вся производственная цепочка иметь начальную там дату например завтрашний день да но каждый там каждая стрелка каждый производственный процесс занимает некое конкретное количество времени при некое количество часов и можно сразу сделать по диаграмме гранта например полную карту проектора в том плане что увидеть что зачем следует что сколько занимает времени и по факту когда эти сроки наступают по числам то есть это все можно будет наглядно видеть и один раз как бы мы написали алгоритм как как происходит взаимодействие например к его шин центра с better means и все пользователи могут этим пользоваться уже очень много много крак то есть по сути фиксация алгоритмов из производственных цепочек как и программирование в целом автоматизации все это процессы позволяющие то что один раз было сделано до в будущем трансформировать уже легче применять повторно если трансформация не требуется тогда то есть по сути просто более более эффективный способ ввести хозяйство как на локальном уровне в огороде дома компании в городе так и на глобальном уровне на уровне планеты там солнечной системы да это сильно принципом свои сути не меняет как бы несмотря на то где находимся то есть на любом уровне на микро уровне на макро уровне сама суть алгоритмов она остается на этаж меняется только количество и количество количество объема ресурсов задействованных в конкретном процессе наверное вот так опять же это из булановских этих вещей он говорит то что нужно наоборот искать те вещи которые уже существуют и не изобретать свои ну вот им и я об этом им говорю что коррелайшн центр он не будет изобретать заново better means можно будет из коррелайшн центра экспорт создавать список задач напрямую в better means и наоборот из better means получать информацию о том что те или иные задачи уже завершились и возможно просто более красиво графически это визуализировать или просто хранить в этом центральном реестре основная задача его это реестр ресурсов и реестр событий то есть значит что есть и что произошло но я к тому же когда и можно вот эти вот вот эти купинец у тебя вот это все что ты сейчас погонишь это в принципе такие программы как словно создание диаграмм но смотри да я не делаю сейчас сама базу да потому что я была уже показывала исходный код есть еще один репозиторий и все открыть мою страничку сейчас она открыться так называемая links платформа до платформа связи изначально эта штука делалась как прототип памяти для искусственного интеллекта в итоге получилось достаточно эффективная база данных которая хранит не объекты от связи а любой объект состоит из связи вот но это если коротко в итоге это еще один проект который опять же не не скажу что велосипед потому что он несколько эффективнее чем существующие виды баз данных вот тем не менее три года назад было сделано да какие-то наработки я продолжаю делать по сей день вот но по сути мало что поменял за три года но идея в чем что сейчас я баз данных никакую саму коррелейшн центре не использую но вот именно в качестве базы данных сейчас здесь просто там джаваскриптовые что мы имеем css файл то есть разметка или стиле и скрипты которые выполняются в браузере человек или там на телефоне можно будет сделать серверной части серверной части использовать как раз вот эту базу данных которая была сделана давно и таким образом я другая двух зайцев его то есть не обязательно что будет именно эта база данных но пока минимум я смогу ее проверить если не подойдет эта база данных можно будет использовать любую другую базу на самом деле все в программировании зима совместим то есть программировать на самом деле даже не знаю самое простое объяснение тому что это просто как конструктор лего сборка из готовых компонентов как раз таки чего-то более функционально более полезно чем то что было до этого но я даже нашему вопрос почему задал к тому что принципе даже существует онлайновые редакторы уже вот этим диаграммами редакторы диаграмма реал таймбур наверно видел так уж нет не видел давай ссылка давай смотреть кстати трансляция все еще идет видно да я вижу тебя но я не против давайте смотреть что уже есть и оценивать если это платный сервис минимум проектов она бесплатно когда там начинать кучу народу подоплата мир кому но понимаешь и к чему это даже говорю вот она главного ты сейчас написал эту штуку свою да ее же нужно на каком-то реальному на чем-то реально проверить конечно вот они вот этот главный вопрос а будут ли этим грудья пользоваться я на замуж красивая вещь но она для этого может стоит попробовать уже инструменты пусть они недоработаны как ты хочешь но зато попробовать на реальных но смотри если мы говорим о редакторе диаграмм так то прекрасно что они существуют я могу вообще даже ничего не делать не могу просто вот есть у меня да сейчас я не знаю видно не видно вот я редакторе если открою да там вот если за это вот структура данных вот в эту структуру данных можно превратить все то что сделать любой другой сторонний редактор и он эту структуру данных можно сохранить базе то есть по сути можно вообще сделать так что суть этого карьера и шин центра и будет только в том что он будет являться центральным реестром который можно например запускать на низкие серверов и создавать его копии то есть например создавать децентрализацию которые все мечтают в сути это самый простой способ это сделать просто сделать возможность просто полностью себе всю эту базу дамок скачать и чтобы твой компьютер мог выступать в качестве сервера который помогает общей сети взаимодействовать без всякой там криптографии надо ничего шифровать как бы зачем если здесь такие вещи которые более менее публично можно конечно потом будет сделать и приватную часть существует вообще говоря даже уже почти готовый на эту тему проект называется пандора это я тоже знаю конечно михаилом разговаривал и с этой штукой все это можно в землю связать но михаил же тоже вот пометил один пишет пандору там уже второй год как бы естественно тяжело сдвинуться вообще смех а что он один но подходы разные понимания разные как бы он против того чтобы делать это на вебе я это делаю на вебе много на не буланов не я не сможем ему объяснить тоже было на самом говорю что мои бытые слова да ему тогда грубо говоря ну ничто нельзя я не знаю как его изменить потому что вот в по мне нравится знает вот и пишет там на руби он пишет да напишет на руби и все мы считали ему кажется это наиболее правильный способ это сделать где то есть моря опять же с макроуровна тебе в эту позицию попробую объяснить что у каждого человека есть свое мировоззрение да вот у него такое мировоззрение у тебя так и изменить вы друг другу его не сможете поэтому важно искать людей кто смотрит с тобой именно в одном направлении нет но можно убеждать понимаешь а можно на самом деле взаимосвязать можно не даже не трогать то что он делает можно сделать альтернативный как бы клиент да к его же протокол да который сможет подключаться в его сеть будет совместим с ней но будет сделан например вот в виде веба веба да ну тоже понятно и будет сразу доступен на всех мобильных устройствах и можно его запускать в качестве сервера можно скачать себе на машине все у себя запускать никто не мешает да не тоже вроде бы понятно могут как бы получается так что все мы вручила я к чему все это опять же виду что он нам не получается собрать команду единомыслеров у каждого то что мировоззрение когда вот это правое скажем так те кто двигаются в рое они слишком много знают то реально что-то делает и они слишком много знают слишком много изучать и не слишком мало времени у них слишком разные из-за этого мировоззрения потому что у них нет времени то что сидеть и синхронизироваться сделать что-то вместе по-разному потому что при я скажу он специально он же как бы не дает план по конечно я вот я вот уже отчаялся искать это единомышленников я начал как бы пропагандировать все как бесплатного обучателя программирования но так что вот вот я видел полгода назад начал делать и как реальность как нашел кого-то реально кто-то нашел что в реальности произошло ну скажем так ничего только мне не произошло я нашел людей которым вроде бы это интересно но они не готовы ничего для этого делать у них нет нет нету стимула и мотивации а так и и создать я пока не так чтобы создать команду самое сложное вот так вот и как раз беттермин он и позволяет понять у кого какие идеи проголосовать тогда будет хотя бы видно кто чем в сторону почему даже вроде как я вот так как она без лидеров которые возьмут каждого за руку и пальцем покажет этот беттер минс это все равно никого не сдвинется но это погладим тут должен человек вот я там давно быстрыми хочу с кем такой вот я тоже не полгода никого не могу найти тем кто готов реально вот но вот мы сейчас можем полазить грубо говоря тут-то и лазить-то нечем просто как спичка надо просто конкретно попробовать а там надо тоже понимаешь там в реальность нужно попробовать каждый задаст свои идеи да кто-то проголосует реально там реальность попробовать по факту что я сейчас сделаю просто часу доблюсь месяц на 42 человека в этой группе коррешен центры как-то они сами добавились и никого не приглашал сейчас я чё делаю бру просто в личных сообщений всех опрашиваю чё как чё какие какие у вас идеи чё думаете но пока это все внутри сообщение в чате лично потом я приглашаю тех кто соглашается в общий чат из общего чата уже можно приглашать в skype из skype можно приглашать в better means потому что в данный момент да но не с ней не все же постоянно онлайн кто-то может работать данный момент сейчас рабочее время вот 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 это организация видишь она такая сложна получается вот как вот найти команду покупок понимаешь единомышленников и как углевать это за нового как вон у нас есть 42 человека горы просто надо по шагам делать нужно придумывать интересную идею как мотивировать и себя и к и и всех остальных и с каждым это пообсуждать со всеми это пообсуждать попробовать что-то вместе попрактиковать то есть по сути такая игровая зима и игровая форма взаимодействия но вот тем человек да еще и еще то что я сказал что мол это типа те кто не добавится будут удалены как бы тоже это сработало да вот вот так же чтобы вот так же что 3 я вставлю свои только момент вот очень важно показать что это такое на к примеру то есть грубо говоря понятно что штука грубо говоря полезно для того чтобы можно было увидеть что вообще происходит что то есть чего следует, какие процессы, какие за собой влекут и так далее. Это все понятно. Но нужно конкретно, грубо говоря, чтобы люди увидели, как это может работать, для чего оно им надо. А, ну вот, кстати, Евгений, у тебя, я так полагаю, FabLab, правильно? Ну, да, будет. Вот, FabLab Fabrication Laboratory, да? Это прекраснейшая концепция, которая позволяет создать лабораторию, в которой можно провести эксперимент, записать его на видео, сделать его публичным, этот эксперимент, да, чтобы люди не делали это повторно. Это первое. Второе. Не только этот эксперимент произвести, на основе этого эксперимента собрать какой-то прототип и произвести его, один рабочий прототип. Если получится его сделать, то как раз-таки записав то, как это делалось, сначала на видео, потом перенести, например, вот в эти производственные цепочки, в BetterMins еще как-нибудь, да? Ну, в BetterMins, наверное, больше можно учитывать, что в режиме реального времени происходит. А вот производственные цепочки, они такие. Они и в прошлом, и в будущем, и в настоящем, они безвременные. Вот. Так, сейчас Ярослав еще подключим. Так, а, подожди, Евгений, ты не договорил, как бы, смысл, честно, в твоей речи началось. В общем, смотрите, кроме того, что, грубо говоря, есть определенный скрипт, его нужно заполнить, для того, чтобы программа стала, ну, вполнена. То есть, грубо говоря, нужны, там, хотя бы, на селе определенные операторы, которые могут засесть и описать там определенные процессы, с точки зрения, то, что требуется для, там, ну, грубо говоря, заполнить эти производственные цепочки. Все правильно. Кстати, я и начал, как раз, говорить, что кто будет забивать. Да, да, да. То есть, грубо говоря, должны быть часть, это программисты, часть, должны быть, это операторы, часть, должны быть тестеры, которые, там, говорят, ну, тут вот у вас бока, вот тут еще что-то, а можно ли сюда еще что-то добавить, там, и т.д. и т.п. То есть, и вот эти вот иерархии, они, как бы, должны быть. То есть, если их не будет, тогда все будет, ну, как говорили, не совсем корректно работать с точки зрения создания этого всего дела. То есть, нужно тогда разбить, кто чем занимается конкретно. Вот. Допустим, со своей стороны, если нужно забивать данные, я могу забивать данные. Программировать, ну, вот, скажем так, я вообще программист, но сейчас заниматься этим, ну, у меня времени не будет просто. Вот. А что касается, допустим, забивать данные, это мне попроще. То есть, мне надо будет лишний раз вникать в то, что написал, в то, что не написал, если столько времени программируем надо. И что еще записать. Вот. То есть, вот этим я могу заниматься. Тестеры там вообще, собственно, особых познаний не надо. Это, ну, это самый, наверное, простой вариант. То есть, грубо говоря, создать сразу эту иерархию, от которой потом отталкиваться. Без нее, потому что это будет... Алло, Евгений, живут? Да, 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 я тут. Ага. Только, что-то ты как-то от микрофона додвинулся, последние слова, совсем было тихо. А, ну, говорю, вот, собственно, нужно создать цепочку конкретно, кто чем должен заниматься, и без нее это будет не очень корректно. Все правильно, Евгений. И для этого нам нужно, вот я говорю, понять, у кого какие интересы. И вот в BetterMeans нужно как-то нам понять, то, чему надо, и проголосовать, как-то вот что-то, ну, понимать, кто что делает. И правда. Потому что дорога-то неизвестна. Крою. Да. Ну, можно и не только BetterMeans использовать, можно еще и Bittrex24 попробовать. Он бесплатный на 12 человек. Если одна команда, которая будет заниматься одной... Ну, я сразу скажу, я тут использую Bittrex24, потому что он не OpenTor. Это да. Но, тем не менее, он очень функционален, и с ним, у него есть публичный API. То есть, с ним можно взаимодействовать на программном уровне. А я просто Косте тоже тебе писал, что давай попробуем вот этот BetterMeans, я писал, что новую версию развернуть, именно на хотя бы Cloud9 попробовать, чтобы свой у нас был. Ну, попробуйте, короче. Если надумаешь... Свой. Ну, вот Ярослав, кстати, подключился, у него есть вычислительные мощности, можно у него сразу развернуть. Тогда можно сделать что-то типа BetterMeans, ой, Better.Librilife.Row, или что-то, как это называется. Да, потому что этот-то публичный, но на нем только побаловаться не может. А нас возьмут нам и удалят просто. Ну, да, да. Поэтому здесь как бы такая вот ссылочка, она... То есть, проектик мы вроде бы начали, но здесь больше такая демонстрашка, чем реально. Да, здесь можно просто побалов учиться, поиследовать. А у кого-то нужно все равно развернуть его. Ярослав, как ты на это смотришь? Я смотрю на это положительно. Очень хорошо. Значит, я бы хотел сказать, что договориться о том, кто чем занимается. Вот, как мне кажется, вот такая система, как BetterMeans, там, Trello, да, там, другие, ну, закрытые, они, пускай, там, платные. Но, тем не менее, сама суть, когда человек, он не то, что подписывается, там, работать, допустим, там, кодером, да, и вот он, если отработает, а он в режиме реального времени, то есть, выполнил задачку, да, потом смотрит на список проблем, которые надо решить, выбирает любую проблему, и при этом он может сегодня, допустим, писать код, завтра поехать встречаться с человеком, там, послезавтра делать дизайн, там, и так далее, и так далее. То есть, проблем много, и решать их надо совместно. Имеется в виду, что каждый волен выбирать ту задачу, которую он хочет сейчас делать, да? Ну, понятно, что это задача. Ну, вот, Беттер Минс и создает этот список, значит, это как раз первая колонка, новая, да, это и есть тот список проблем, идей и задач, которые могут потенциально стать выполненными. А дальше, как раз, к голосованию мы выбираем, и приоритизация, да, мы выбираем, что важнее, что надо делать, что не надо делать, и так далее. Потом уже... Что, такая прямая демократия в ДИСКУ? Да, да, да. Так, ну, господи, Костя уже записывал видео, там, где Беттер Минс объяснял, и здесь есть канал. Ну, там на английском. Ну, на английском, на английском. Сейчас я ссылочку скину. Пускай на английском, по крайней мере, можно карте посмотреть. Да. Ну. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Добавил 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 DimaTorzok дальше вот мои потоки заданий вот у меня два correlation center и либо один твой один вот кости который создал и тебя пригласил да я по инвайту туда вошел да вот получается у меня нету пользы но коррешен центром значит надо кости чтобы его подключил кинем у ссылку за этот ход ему подключение ну куча так и потоки заданий в которых я начал здесь есть новый поток созданий смотрите смотреть в интернете да я попробую а через этот новый попробуй что так просто еще один новый поток если просто это все потоки которые люди вообще делал так пригласительный сок я кинул в оба чат и сюда в skype и туда по вконтакте так представляется по дурацки во вконтакте еще раз потоки заданий если он поймать вступить команду что здесь нужно нажимать на ссылку нажимайте а потом если там не зарегистрировался все регистрироваться нужно да тебе предложить значит тогда все только нажать на ссылку и ты будешь в команде в принципе эта система очень удобная приглашение вообще без проблем свой поток или какой-то поток вот по поводу того что Данил ты говорила у тебя два окна открытого а у меня четыре я сейчас открыл если через трансляцию посмотришь если ты на панели управления в любом проекте нажмешь там так и будет что сначала у тебя открыты всего две секции это новая задача и то что в процессе чтобы открыть те что сделано и отменено это вот в правом верхнем уголке ну относительно уголок короче ниже красных кнопок там есть как раз сделано в скобочках 1 отменено в скобочках 2 вот на них можно нажать и они делают так что появляются еще окна тогда будет 4 секции также можно крестиком нажать и они обратно сворачиваются то есть ты можешь работать например только над списком новых или только над списком в процессе или только ну в общем 4 списка да ну можно работать в любой комбинации из этих четырех так еще раз я бы хотел все-таки вот сейчас мы смотрим этот понимаю по проекту 68 смолу по поток заданий то что процессе делается сделано но это собственно и есть поток заданий да а это то что по проекту а то что по человеку по человеку ну давай смотреть вот есть команда нажимая команду там есть ссылка на каждого человека но если на тебя нажать то вот что я вижу что ты создавал поток заданий либра то есть я могу туда даже зайти посмотреть что ты там делал так общее имя твоего пользователя когда зарегистрирован и когда последний раз подключался и в каких потоках заданий ты участвуешь вот здесь коррелайшн центр помощником ты там являешься и в либре ты в центральной команде администратор они кстати забавно сделали администратора все равно безграничная власть то есть он может грубо говоря вершить диктат однако они предлагают диктатор этому диктатору администратору самоуничтожиться после того как он у нас на настроил структуру то есть удалить от себя роль администратора администратора да они именно так и делают чтобы была полная как бы ну чтобы не было то есть полная горизонтальная система администратора себя удалить конечно я когда-то прочитал мне это было очень смешно но в этом есть прикол это показать полное доверие что было чтоб никто никого не мог выкинуть из потока никто никого там пригласить без там обсуждения например никто не мог отменить блокировку на какой-то задачи да если кто-то очень против важный инструмент на самом деле чтобы себя снять в конце с помощью администратора Ярослав давай еще какие-то вопросы задавай тогда будем ориентироваться что мы это с Костей уже более-менее знаем лучше спрашивать ну здесь получается я могу тоже посмотреть каждого ну и себя наверно в том числе вот я например на себя нажимаю ага юзер 150 хорошо но получается это это не моя рабочая панель это информация обо мне обо моей учетной заявке а как все-таки увидеть именно те идеи которые я предложил те проекты в которых я сейчас ну вот если ты говоришь об идеях то то это мои объекты если ты говоришь о идеях задачах и всему почему ты участвовал или собираешься участвовать просто например комментарии где-то оставил это это мои объекты все твои проекты это мои потоки задач то есть здесь объектами являются задачи то есть здесь вроде бы других объектов то и нет а проекты это потоки задач просто терминалки немножко хорошо давайте сейчас более в таком конструктивном режиме вот мы с костью сегодня уже говорили насчет того что сделать ресурсную дизайн для ресурсной господи сайта для обмена ресурсами который предложил данил в частности да сейчас я картинки найду вот ссылка на альбом во вконтакте все есть ну я надеюсь что да здесь все есть что-то вот ссылки на картинки и в частности первая картинка которая как я уже говорил повторюсь что дизайн вконтакте мне не нравится мне нравится резиновый дизайн и поэтому да вот эти картинки это как образ того то нужно как сказать какие элементы необходимы на странице сейчас я более подробно вот еще ссылка значит фотография первая которая на ней можно увидеть информацию о человеке ну общей информации внизу еще навыки и потребности вот есть еще ресурсы и проекты вот и много чего еще придумать ну вот в частности это то что могу и то что что хочу но предприятие это группы как вот я понимаю Данила то есть это те группы которые были традиционно в ВК они стали предприятиями нет 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 то что предприятие это теперь CRM система как раз таки то что ты сейчас делаешь CRM система это битрекс ват 4 ну да да better это не не CRM то есть есть сейчас тебе скажу секундочку вот есть проекты проекты это идеи как на бумстарке а предприятия ты заходишь в предприятия там есть конкретные предприятия где есть конкретные задачи график в общем это организации да да но по сути сейчас у любой уважающейся организации есть группы во всяких социальных сетях поэтому в принципе нет не группы в социальных сетях там есть сообщество вот вот чем сообщество это организация отличается то что сообщество это просто группа информационная то есть там как ВКонтакте там какая-то информация то есть для общественности как скажем как типа мини сайт только группа ВКонтакте да только они могут сливаться эти группы то есть есть допустим две группы по одному направлению как ВКонтакте например есть там по йоге две группы опа они слились как бы у них темы объединились песни там видео как бы там документы все у них объединилось а предприятия это именно CRM-система где задачи где сетевой график планирования где задачи распределяются то есть именно то есть работа в проект ну можно я комментарий добавлю вот например в Ромере там система довольно давно развивается там сделано следующим образом там есть объединение и можно создавать объединение разных типов можно свободное сообщество которое не юридическое лицо можно создавать как юридическое лицо то или иное и в зависимости от того какой тип этого объединения объединения людей да это либо рабочий процесс либо котиков постик либо что-то еще ну и соответственно разные инструменты ну давайте дальше вот давайте следующую картинку фотографию откроем это шестая ну то что мне понравилось да здесь проект шестая из восьми значит ну вот здесь написано там биовегитарий строительный принтер и вот в частности строительный 3d принтер печать бетоном и вот этот проект необходимо сделать да здесь нету кто за проект отвечает я считаю это некий второй минус да то есть ну ладно значит описание да можно добавить описание для чего и потом необходимые ресурсы необходимые навыки и профессии вот это мне кажется необходимо сделать то есть я бы хотел сегодня сделать две странички на первой страничке как бы информация о человеке да могу хочу причем это могу хочу сделать в виде таких блоков и значит когда на экране монитора широкоформатный там их располагать допустим справа слева а когда это на смартфоне какая-то будет сверху снизу ну что же можно было удобно делать потребности навыки ресурсов ну и четко определение то есть навыки это навыки потребности потребность ресурсов это ресурсы это не то что я могу это ресурсы есть еще один момент счет ресурсов есть ресурсы грубо говоря которые нужны есть которые доступны и которые недоступны это тоже надо учитывать то есть грубо говоря для того чтобы видеть что нужно и что уже есть для определенного проекта ну вот потребность самые ресурсы только в обратную форму то есть это та же самая доска объявлений по ресурсам только ты заявляешь что вот не такой-то ресурс нужен если нет его в списке значит ты добавляешь этот ресурс и не создаешь его если его нет в списке ну посмотрите вот если по человеку то есть первую фотографию смотреть по человеку если у него есть ресурсы то это то что он может предоставить и получается опять же что я могу предоставить кому-то за какой-то что по факту есть если другими словами это подтянулся могу это приближать 100 метров а ресурс как бы это просто ресурс конкретный и на каком условии я его предоставляю ну это тоже могу предоставить или не могу предоставить то есть оно это под тип да нет здесь идет речь о том как сделать так чтобы интерфейс был максимально простой чтобы были две универсальные концепции как ты их назови хоть капустой это уже тонкости хочешь мы переименуем просто нужно чтобы это было очень просто чтобы было что-то есть потребности ресурсы одно и то же только в обратной стороне зеркальное есть навыки навыки это отдельный пункт не то что могу хочу навык это тоже ресурс только он находится внутри памяти человека да бесспорно но это получается как HR менеджер то есть да будет легко понимать ага так я не буду там искать там хочу могу а зашел в конкретно навыки мне нужен конкретный там человек который нужен там рисует там в фотошопе там и так и так да мне кажется так будет проще ну у ресурсов есть разные типы понятное дело что есть навыки есть собственно физические ресурсы есть информационные ресурсы там человеческие ресурсы и так далее на самом деле в нашем мире все ресурсы и в том числе сам человек и его навыки это тоже ресурс ну это ладно вот я хотел бы обратить внимание на сайт мию ну вернее на продукт миюх здесь вот как его зовут Степан он уже давно его развивает там уже пару лет и сейчас вот они уже вышли на понимание предоставления дополнительного сервиса для конференций и встреч значит существует некая проблема когда приходишь на какую-то встречу на какую-то конференцию пообщаться послушать то ты не знаешь кто сидит рядом и подходить к каждому человеку ну время малое да и стыдно а и предлагается во время конференции просто напросто зайти на сайт и зарегистрироваться на нем где указать что я умею делать да ну например там я программист да или я там технолог или я юрист и и что я хотел бы допустим найти там новые там какие-то возможности или инвестора или программиста найти да ну то есть и вот узнаешь вот таким образом что оказывается вокруг тебя очень много людей с необходимыми тебе навыками да то есть это ресурсы которые вокруг валяются буквально и и ты тоже сам ресурс который тоже ищут другие люди и это все транслируется в режиме реального времени вот у них очень хорошо сделано буквально за последние полгода сделано и там весь интерфейс он по сути состоит из двух частей это то что я могу и то что мне надо при этом может быть там мне надо допустим экскаватор ну то есть мне нужен человек который этот экскаватор даст примерно так да на каких-то условиях понятно или продаст или там об аренде сдаст то есть этот ресурс он завязан на человека а человек это могу дать экскаватор ну поэтому переусложнять я думаю не стоит начать я думаю надо стоит с двух могу хочу то же самое у проекта у проекта вот то что мы посмотрим например там это восьмой фотографии у проекта есть список ресурсов необходимых для его реализации но дальше если посмотрите там столбик количество например вот здесь написано необходимый ресурс для строительного 3d принтера двигатели синхронные четыре штуки стоимость 150 тысяч доля 15 процентов стальной профиль там кольцевит и т.д. и так далее и человеческий труд в том числе и если присмотреться то тут есть то что необходимо для проекта то что как бы условно хочу то есть проект хочет чтобы это было и то что проект готов отдать вот это то что он готов отдать это доля в проекте ну вот эта доля как определять я считаю что это отдельный разговор по системе водянова лучше всего ну можно сделать пока вот по простому допустим необходимо вот это 15 процентов там след там вот инженер технолог например 50 процентов ну вот примерно первое время может быть каждый сам будет назначать а дальше может быть как-то автоматически придумать если я думаю я можно скажу в общем есть проблема которая заключается в местонахождении конкретного проекта либо конкретного ресурса потому что например часть людей да находится там в России часть в Украине часть в Казахстане часть еще где-то то же самое ресурсы тот же самый экскаватор например если он есть но он есть например в Казахстане то мне он допустим я там из Украины да он мне я же его не пригоню вот ну и так далее насчет всего остального точно так же то есть поэтому местонахождение ресурса и проекта тоже имеет значение то есть нужно тогда сделать так что если есть например два одинаковых человека с одинаковыми ресурсами то если человек находится в определенном месте то ближайший к нему ресурс высвечивается как рекомендуемый ну для этого например можно сделать мобильное приложение которое будет геопозицию всех участников этого проекта регистрировать там в какие-то моменты времени это на самом деле детали и ребят ресурсы которые находятся в разных местах они разную стоимость имеют и выигрывает тот ресурс который ну как бы проще дешевле от данной точки где идет запрос на этот ресурс можно сказать да смотрите по поводу ресурсов сейчас открою картиночку в скайпе да сейчас понял мы конкретно смотрим картинку где бы они ни были я вот сейчас про чистую да вы смотрите допустим ресурс тоже указывает в том городе находится ресурс и получается что если допустим я могу ресурс свой доставить в какие-то другие города оказывает допустим находится в Москве возможно доставить в любой регион к примеру да либо в какие-то конкретные регионы тут тема такая как фриланс то есть есть ресурсы какие-то и я нажимаю участвовать своим ресурсом либо мне приходят уведомления допустим по каким-то критериям мой ресурс подходит человек создал проект мне приходит уведомление что создался проект предлагается вам взять участие в этом проекте своим ресурсом если я подтверждаю то как я как в фрилансе подбиваюсь в стопочку то есть допустим вот там есть двигатель асинхронный допустим у меня есть двигатель у Пети у Васи то есть вот 20 людям пришло уведомление о том чтобы участвовать в проекте и все они находятся в Москве и все они говорят да мы согласны как фрилансы они подбиваются я захожу как создатель проекта и смотрю ага вот у Васи есть двигатель у Пети и у того какая у них репутация у этих людей и в проектах они участвовали то есть и выбираю как фрилансы я смотрю что за человек и кого-то из них выбираю так помню ну и получится есть даже электронная совесть этот сарафан проект был Кирилла Кирилла Гребнева тоже здесь это все реализуется потому что все настолько взаимосвязано что без этого это будет неудобно так вот так вот давайте все таки конструктивно да и может быть сделаем две эти странички в HTML в HTML виде но мы это как сделаем как отдельный проект в кооперативе или сделаем для correlation центра две странички которые страничка допустим проекта и страничка человека пользователя я предлагаю просто тупо две HTML странички но так как мы собрались проверить совместную деятельность то давайте это через better means во-первых зарегистрируем то есть я вот получается рассказал такую идею которую фактически взял данилу вот как мне эту идею сейчас запустить я понял в каком в рамках какого проекта сейчас ну correlation центр давайте так если данил не против то же идеи я не против я ну хорошо тогда надо открыть а может быть данил и запостит данил у тебя вот отсылка открывается еще раз скинул ссылку на доску проекта мне это интересно она в режиме реального времени как раз обновится да да она обновляется не ну а в режиме реального может и нет потому что давайте как раз вот и проверим эти вещи давайте сейчас все войдем в 68 проект на дашбол у меня открылся к Relation Center да и вторая вкладка нет панель управления у тебя открыта тут видно две этих у меня две серии новый процесс сделан ну вот в новую у тебя есть полоска такая желтая добавить новый объект да есть нажимаем добавить вести заголовок да да вот вот давай вот и туда допустим сверстать страницы на то есть страничку допустим человека да и можешь прикрепить туда ровно ту картинку которая для этого нужна потом вторая задача сделаешь сверстать страничку проекта так реал ези там 1 2 3 4 5 6 супер хард дом нового что означает это что такое это короче насколько сложная задача в принципе можно ничего пока этого не делать писать типа не знаю а там по-моему очень стоит средняя сложность ну средняя стоит да можно писать не знаю так description что означает описание описание оно не обязательно можно не писать его а дальше там есть кнопочка прикрепить файл attach files вот сюда можно картинку сейчас я скажу я из контакта из чужого компьютера да конечно то что там Буланов говорил 99% перевод как минимум 99% как минимум на этом сайте это действительно соответствует может быть они просто здесь не последняя версия выложили скорее всего так может быть надо свое разворачивать и скачивать перевод нам собраться попробовать развернуть но это мы успеем еще так загружается загружается и теперь либо кнопку когда загрузится файл либо создать либо создать и сделать приоритет то есть ты считаешь что это приоритетная задача она со стрелочкой вверх поедет так нажала где она должна была появляться у меня ошибка это вышло так что вверху ошибка какая что пишет какая то тенировок и исчезла сразу я не уснул прочитать так задача не появилась ну в общем задача не появилась не появилась да попробуй без файлов попробуй сделать что ли я английский язык у меня а меня выкинуло опять же все помню такая проблема была в прошлый раз я писал уже что меня постоянно выкидывают из него каждые 3-5 минут меня из него выбрасывают странно у меня не было такого у меня тоже так сверстать давай без файла пока просто добавь потом файл добавить видимо можно будет потом давай попробуем вот добавилось кстати ничего не обновлял у меня она появилась просто сама угу а попробуй сейчас это ее открытие развернуть там настройку нажми и теперь прикрепить файл может быть это только с загрузки файлов проблема его приступ в и нужно савкатом с шоу частым критингу файл нормально нормально, у меня какая-то ошибка опять не встречается на амазоне а вот ссылка 0.1.чип вот видите, что развернуть вот я вижу, что Косик добавил свою версию Беттермист вот я проголосовал появилось, что я проголосовал а вот коднод это значит нельзя редактировать почему-то не понял парни, где голосовать вот смотрите вот там треугольничек такой с циферкой а вот эти стрелочки ребята вверх и вниз и нолик стоит это приоритетная задача если мы считаем она более приоритетная тоже нажимаем вверх или вниз то, что считает приоритетным таким образом мы понимаем ну, что для нас важнее у меня что-то приходит, конечно, отвечает на обновить страницу и уйдет а, ну да, меня опять выкинуло да, это правда чем это друг фидера то есть у нас одного и другого кстати, действительно у меня все нормально, ничего не выкидываю ага как допустим задачку удалить, у меня задачка я хочу удалить никак а задачку удаляет, это в этом там себя искуете их можно отменить они будут в списке отмененных а вот все отменить там крестик такой а вот я сейчас пробую, тыкаю вот, например, задачка да, задача 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 а я нажал заблокировать заблокировал вот это кто-нибудь видит? я увидел она желтеньким подсветилась и сразу было видно, что блок вспоминалось то есть в режиме реального времени все видно каждый видит, что задача заблокирована а что это значит? это значит, что эта задача не пойдет в разработку никто ее не может перевести никто ее не может начать то есть кнопка начать пропала то есть у меня есть у меня должны быть весомые причины заблокировать эту задачу и обычно ты их должен описать почему ты это блокируешь да, я писал а кто-нибудь видит, что это я заблокировал? посмотрим а это, в принципе, не важно в горизонтальной степени не важно, кто это делает разблокировал почему? здесь написано комментарий 1 Ярослав Логинов это не задача а, это ты это видишь? это в комментарии это если развернуть стрелочку а, все понял, ага так уют почему? а вот кнопку начать есть а, если так и чего нет она была заблокирована но я вот, например, кнопку начать сделал нажал и все не сработало не сработало что ли? ну, короче, блокировка как-то почему-то не сработала сработало 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 то есть, это лишь статус что означает 1-0 если я нажал, чтобы она закончена 1-0 появилась сделано 1-0 ты можешь туда нажать а, тут дальше идет голосование на прием задачи да, все мы должны либо принимаем эту задачу, либо тоже кто-то не принимает ее и тогда она в доработку, в прогресс опять все мы же должны обратно вернуть на исполнение три человека четыре человека проголосовали чтобы скучать страницу еще 3 Vertiour get promote м а, вот, я напоминаю forehead, это самая ютюм Novi изменилось и таки он ведь его в реальном времени в общем то понимаем и это правда отпечатывается просто болтаем а если ставим задачи полгода делать и так далее но по сути да это уже 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 документ уже информации которые не просто слова хорошо а теперь кто то один может взяться за решение этой проблемы да можно один ответственный берется и потом появляется кнопка в тех что процессе там можно присоединяться да это кто готов присоединиться в помощник в выполнении этой задачи так я короче все тестовые задачки отменил они в отмене наваляются если очень надо можно будет восстановить у меня здесь какое-то сообщение вылезло а не знаю у других есть это сообщение но скриншот сделаю в таких случаях лучше делать скриншоты но это видимо связано тем что одновременно кто-то попытал то есть одновременно попытались отредактировать одну и ту же штуку но ты ее отредактировал в тот момент пока у тебя пока ты не получил текущую версию то есть этот называется блокировка этих параллельных потопов короче нельзя одновременно редактировать вот прям вот в одну и ту же секунду видимо тем не менее такое возможно вот скриншот я его вот так вот на это выложил у меня выглядит так ну у меня тоже такое было но я это не неважно такая штука ее можно закрыть я тебе выкидываю в чат вконтакте чего ты делаешь я что-то выкидываю в чат вконтакте там тоже ошибки ошибки которые были ну хорошо давай тогда ну по крайней мере оно не умерло то есть ну и полностью весь сайт не прокинулся из-за того что мы тут что-то делаем в принципе это будет сотня чего нас нет вот для этого нам нужно ребята его исследовать насколько он он же open source естественно там уж так же люди пишут как пишут поэтому тут надо пробовать мы либо сами можем исправить ошибку либо написать им что вот есть такая ошибка разберитесь пожалуйста если кому-то интересно этим open source хорош что если нужно изменения внести вы можете просто взять и сделать если ждать не хочется вот например мы благодать потому что мы сейчас команде попробовали это сделать вот блок попробовали не сработал а вот одному непонятно бы это надо так начнем так ну допустим начать вот вот она появилась в процессе я ничего не вижу значит еще она как-то задержка обновляется вот у меня появилась встать страницу человека вот и там есть кнопка должна быть присоединиться да есть кнопка присоединиться кто готов присоединиться а вот так перезапущу потому что у меня ошибки вот этим страницами а поправок а ведь начало надо меня так не отношения ну вот как тогда у кого то бывает стук круто нет я это смотрю на хроме и на линдов 7 у меня отношения была перезагрузила перезагрузил сайт все нормально все ну как то так ну нормально в целом для open source я считаю нормально абсолютно я открываю эту задачку и там получается что только я и больше никого не вижу про какую задачку сверстать страницу человека да 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 нет это к Данилу Дашкевич это название это имя того кто создал задачу а кто принимает участие где это присоединиться а полный экран наверное надо нажать а полный экран да создана Данилом Дашкевичем владелец сейчас я потому что подожди а почему у меня статус завершено странно а кнопка закончить есть какой то вот непонятная вещь о есть кнопка следить о нет статус я вижу изменен снова коммитет где ты видишь такое завершено статус изменено снова завершено короче это неправильно перевод коммитет это не завершено а в процессе то есть кто господ ну ручился грубо говоря есть и получил да если переводить до слова ярослав есть кнопка присоединиться там или нет да есть вот я сейчас секунду во первых я вижу то что константин и рядом кнопка присоединиться на нажимаем нажимаем так что написал вы действительно хотите делать это да вот и дальше остановить или закончить остановить а остановить это ну да то есть ты можешь сбросить свою ответственность за участие в процессе то есть отменить присоединение а закончить это сделать так чтобы задача перешла статус сделано а вот владелец константин диченко регистрация по ярослав логинах дашкевич данил и создан дашкевич данил 12 минут назад а ну видимо видимо владелец тот кто сейчас ответственно за нее регистрация это было это тот кто участвует вот что это такое но это вполне логично потому что тот кто предложил идею это не тот кто ее идею реализует да но он ее создал и это записано здесь 12 минут назад да Костя создал а соединились именно уже для выполнения ярослав за ней у меня проблема я не могу допустим присоединиться ну я сейчас а что у тебя пишет ошибки запунили я скинул скрин у меня тут ну статус завершено есть ну в общем тупо говоря подключиться у меня ну присоединиться у меня кнопки нет просто я ее не вижу ну попробуй обновить всю страницу пробовал обновлял только что и она у тебя все равно в первом списке да в новых нет у меня во втором списке в прогрессе сейчас попробую еще раз обновиться сейчас обновлюсь новый все равно в новых вертайс а кстати там есть та же кнопка обновить где она она красненькая там есть новые объекты есть обновить о теперь нормально все есть я обновил браузер надо было наверное нажать кнопочку обновить все нормально работает и попробуй добавить сейчас открываю так что мне тут надо нажать еще раз там должна быть кнопка присоединиться поднадим инструментов следить присоединение есть присоединился все работа хорошо так вот здесь еще давайте еще про деньги вот вообще здесь вот в интернете насколько я понял можно назначать некую стоимость выполнения того или иного задания да и вот если вопросик красительный знак нажать то тут отображается не знаю реально легко и супер тяжело то есть это сложность задания да и в зависимости от сложности потом у человека будут кредиты в итоге по завершению да 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 все верно проект а как как установить эти кредиты здесь вот смотрите я как видео смотрел здесь видео на английском языке по этим кредитам в принципе в принципе ну на ютубе можно его найти вот то есть better means там estimate так и есть и там расчет как идет сначала каждый сам назначает вот ну сколько стоит эта работа например там ну сам он по ощущениям да понятно и все это делают но никто этого не видит грубо говоря а потом в конце когда работа сделана как бы идет сверение результатов кто сколько считал реально а это все как бы открывается и понятно ну как сказать усредняется что ли все вот это вот очень грамотно в общем надо видео посмотреть мне как раз словами тяжело посмотреть даже если не понимая английского все равно можно там что-то понять как это примерно происходит ну вот смотри тут раз два три четыре пять шесть семь восемь видеороликов в общем то есть да там немного там нефотом так мы продолжаем вкус видеороликов это вот именно вот пройти кредит есть один ролик сейчас если найду ну там оно как получается по процентному соотношению как-то подсчитывает все в конце ну так сходу не скажу там как система то конечно какая то такая ну достаточно скажем демократическая сделана но вот как бы досконально я тоже не могу сказать это надо что-то на английском просто тупо съел и перевел бы это все ну вот кстати расскажу вчера мы в воскресенье мы ходили значит биовегетарий да там завершение строительства и были результаты озвучены результаты следующие значит всего потрачено 540 человек часов участвовало 31 человек из них там один человек сделал больше всего вклада это пять процентов которые выражается как то есть он затратил ну там порядка не знаю там 20 часов да своих вот ну и другие люди люди тоже участвовали там даже я участвовал и дали значок то есть получается вклад каждого учтен всегда можно посмотреть кто больше кто меньше сделал и это соревновательный такой эффект имеет когда можно посмотреть и узнать что этот человек круче чем я да по какому-то параметру у него длиннее толще там или часов побольше то это становится круто это повод для гордости и это является мотивацией а вся наша жизнь это игра и в игровой форме даже виртуальные единицы баллы получения это уже большая мотивация так поэтому это интересно посмотрим всем привет я тут отходил видео смотрим видеоролик да это 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 я я не уверен я вообще не знаю это ролик про ретроспективу это оценки команды то есть в целом репутация по сути ну вот эту ссылку не я скинул а кто а дмитрий вот с первого взгляда все понятно но потом начинаешь углубляться становится ничего не понятно но я вижу тут кредиты есть да можно оценивать задачи и грудь а нужно модуль включить сейчас я его включу моды там есть еще дополнение модуль есть да вот я кредит отключаем сохранить вот там еще документы есть вики обсуждения motions и новости так все кстати будет я добавил включать так сейчас посмотрим обновить да ребят я скинул это видео не обязательно сейчас смотреть его можно посмотреть потом ну вот теперь если создается задача то там вместо стандартной оценки было когда типа сложно просто средняя сложность и типа не знаю теперь в кредитах сколько двадцать там сто двести и так далее не знаю или конкретное число хотя нет конкретное число а какие созданы которые уже их можно поменять наверное а нет уже нет по крайней мере не вижу как это выбирать ну хорошо тогда давайте эта задача она будет пока не оцениваем мы думаю я да ну да я я бы пока в кредита бы не уникал надо нам разобраться просто самой системы а кредит это в последнюю очередь ну это как бы модуль это опциональная такая штука просто это еще как бы другой способ оценки по сути получается мы либо оцениваем по сути просто на словах да типа это сложно просто в средней сложности на либо не знаю либо мы это оцениваем тем что мы поручаемся тому кто выполнит это выплатить эту награду по сути а кстати сколько времени уже прошло записи сейчас скажу 1.53 ну у меня 1.51 ага ну давайте переходить уже туда к делу то есть еще один час наберем ну здесь такой вопрос если вы хотите если есть кто хочет наблюдать как делается верстка можете оставаться если хотите в этом поучаствовать тоже можете оставаться если вам это все не интересно то мы предлагаем включиться потому что время наше нужно экономить потом все равно в записи сможете посмотреть ну я предлагаю вот Костя, Данил остаться пока потому что вот эта задача да то есть я я бы хотел конечно увидеть результат в виде двух страничек мы сейчас проходим в интернете то есть вот так но я взял задачу и эти две странички сделать так но сейчас пока мы на одну завели потом заведем на вторую да у меня вопрос ко всем остальным Евгению, Диме и Виктору вы как у вас свободное время сейчас есть как минимум понаблюдать за процессом да у меня есть еще часик это Дмитрий идет я остаюсь наблюдать да есть время так ну все тогда делаем что я предлагаю как мы это будем делать кто будет участвовать ты где транслируешь видео сейчас я ссылку еще раз скину так транслирую я остановлю запись и снова начну будет два видеоролика как удобно у меня будет один наверное хотя могу наверно тоже остановить и и Продолжение следует...